Привет всем! Посмотрим, как выглядит Машленица на Театральной площади. Ну, вернее, на Красной площади. Станция Метро Театральная. Все опять готовятся к праздникам. Так что суббота-воскресенье здесь, как всегда, будет очень интересно. Мороз и солнце. День чудесный. Середина дня. Народу мало. Так что спокойненько можно ходить и смотреть по сторонам. Люди ходят, бродят. Типа все деловые. Перед охотным рядом все заставлено. Да, вероятно, будет очень интересно. Мороз и деталь. Станция Метро Охотный ряд. Выход на ремонте. Так что... Вот так вот. Обожаю Красную площадь. Надеюсь, мы скоро увидим открытие и завершение реставрации еще одного корпуса. Будет у нас ГУМ в двух зданиях. Будем смотреть все это интересное. Я гуляю на Масленицу. А потом будет долинный, самый длинный пост. Малинка. 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 Все плачуты уже с футбольными мячами. На площади. Малинки. Не знаю. Вот так вот выглядят древние средства массовой информации. Лобное место Именно сюда выходили И Глашатай громко объявлял новые приказы, новые распоряжения И это вот начало российских средств массовой информации именно здесь А вовсе это никакое место казни Это именно Лобное место, где делали объявления о новых указах и распоряжениях о новых законах Суббота, воскресенье будет весело, но наверное будет холодно Суббота, воскресенье Ну, залей Прикольно, конечно, но шокирующее сооружение Особенно, когда я узнал, что вот этот вот красный гранит Это на самом деле полученные путем распиливания алтаря Зевса А его, как известно, российская армия забрала из гитлеровской Германии И уже здесь, в России, распилили на пластине И на пластины сделали облицовку для мавзолея Вот так вот Алтарь Зевса на Красной площади в России Ну, правда, в распиленном виде Живая история России Очень многое связано с Красной площадью Суббота, суббота, суббота Субботу, суббота, суббота и суббота